Татьяна не дает своей сопернице и шанса перехватить инициативу. За свою карьеру юная дзюдоистка уже дважды брала бронзу чемпионата УРФО. Но для победы за первое место турнира девушке все же пришлось попотеть. Решающим стал любимый прием спортсменки – бросок плечом с колена. Девочка очень хорошая, очень подготовленная. Выловила на ее ошибках. Я не люблю конфликт. Я ни разу не прикладывала рукоприкладцу, потому что я очень дорожу тренировкой. И там, если я сделаю так, будут неприятности. На татами сегодня только сильнейшие бойцы. На всероссийский турнир под дзюдо имени Петра Сумина приехали больше 400 спортсменов со всей России, а также из Казахстана. В этом году в соревнованиях впервые участвуют единоборцы из Донецка. В марте команда вместе с тренером переехала из ДНР в Курск. Некоторые парни уже отметились на отборочных боях. Вот работать технику, потом занять какое-то место, поработать с соперниками, показать им то, что нас учил здесь тренера. В Курске был отбор. Как раз малыш, который сегодня немножко поскромничал, скажем так, он там стал вторым, отобрался на центральный округ. Там он выглядел намного лучше. Трибуны манежа были забиты под завязку. Ведь зрелищных поединков болельщики не видели два года пандемии. Для дзюдоистов же медали – это шанс получить в будущем разряд кандидатов в мастера спорта. Ведь именно с участия в этом турнире начинали свою карьеру многие призеры международных соревнований. Ваши все эти движения, они действительно похожи на какой-то танец. То, что спортсмены производят на татане, для меня это такой вот какой-то таинственный ритуал. Это хорошая, сильная тренировка. И уже после этого турнира у нас бывали такие случаи, что на следующий год ребята уже в сборную попадали. В сборную России по более взрослой, возрастной категории. Закончился праздник спорта тренировкой с чемпионами. Мастер-класс по удушающим приемам и эффектным броскам для ребят провели призер Кубка мира Денис Ярцев и бронзовый чемпион Олимпиады Юрий Степкин. Наталья Петрухина, Азиз Хаджиев, 31 канал.